Добрый вечер, друзья! Добро пожаловать в Череповец, где буквально через 10 минут стартует матч между Северсталью и Минским «Динамо». Ростелев номер 35. Быстрая атака от Северсталя, которого сегодня, в общем-то, тоже юбилей. 150-й матч в континентальной хоккейной лиге. Ну вот я говорил про Буринова. Лиги в сезоне 21-22 годов в Минском «Динамо». Так Заминчан и выступает, и чувствует себя как рыба в воде, спокойно, абсолютно нейтрализует действие очень быстрого соперника. Однако вот здесь докатывается шайба. Давайте посмотрим на повторе за тем самым моментом в исполнении четвертого звена Северсталя. Ну, по крайней мере, полумоментом Кручинин делал передачу на Подшивалова. В первом играет Виталий. Однако отличился в прошлом матче. И снова выступает в первой тройке. Ну, а это Аймурзин. Он открывает счет. Посмотрим на повторе. Затем, как это было. Пилипенко на Аймурзина. Ну, а начал атаку, разумеется, Ильин. Все звено поучаствовало в этой атаке у Северсталя. Таким образом, Пилипенко и Ильин также получают по баллу за результативные передачи. Передачи. Ну, а для Аймурзина, соответственно, это 18-е набранное очко в сезоне. И тут же еще одна шайба влетает в ворот Андрея Тихомирова. Совершенно неожиданный бросок. Никто из Северсталя там не закрывал обзор вратарю. Никто не готовил эту атаку. Просто Андрей Чуркин подхватил шайбу на синей линии после неудачной передачи от игрока Минского Динамо. Но судьи не разделяют этих настроений, пока у них не было поводов вступать в игру. Это гол! Шайба в воротах. Это Эннес. Входит Динамо в чужую зону. Перебрасывает вот так Шипачев соперника. Ну, в любом случае, если будет шайба засчитана, то передача у него здесь есть. Ну, Мороз, конечно, врезался в шосток, но есть ощущение, что уже после того, как шайба побывала в воротах. Сейчас тоже теряют, но, правда, из-за поперечной неудачной передачи. Динамо вбрасывает в чужую зону. Здесь необычно. Из нейтральной зоны выбегает Минская Динамо. Бросок в дальний угол. И еще одна попытка. Стычка вот такая заканчивается, может быть, небольшим, но ощутимым силовым приемом. Опасный бросок от Коростелева. Мы увидели, попал он в маску вратарю. Динамо в атаке. Передача. Бросок. Двое игроков в Северстале прессинговали. Передача на пятак. Опасный бросок. Опасный момент в исполнении хозяев площадки. Минск запирает соперника в зоне. Шайба на пятаке. И оттуда ее полевой. Андрей, первый период позади. Подведи его итоги. Ну, очень быстрая игра. Обе команды нужны очки. Все хотят выиграть. Очень много моментов. Нам нужно немножко успокоить свою игру и перевести ее в ту зону. Что еще важно учитывать дальше, в следующем периоде? Просто играть свою игру и побольше в чужой зоне. Поражений. У минчан 9 побед, 5 ничьих, 5 поражений. Соответственно, Северсталь на шестом месте. Минск пытается закрепиться в чужой зоне. Шипачев бросает в ближний угол. Вадим Шипачева на арене. Также поздравляют. Хозяева отправляются в атаку. Шанс для них. Бросок в ближний угол от Думба Адзе. Брук отправляет шайбу к воротам соперника. И хорошая передача на пятак. Нет броска. Здесь уже стоя на коленях Абросимов отдает передачу. Бросок от синей линии. Лишка. Не получается. Много вот таких моментов, в которых Северсталь... Бросок издалека. Попытка добавить. Пойдет на пользу командам, в частности, хозяевам. Но вместо того, чтобы после паузы почувствовать себя лучше... На левый фланг. Оттуда обратно направо. И еще один пас Горбунову. Горбунов долго шайбу обрабатывал. И совсем скоро появится на площадке уже пятый полевой. Но все-таки напоследок минчане бросают. Шосток шайбы фиксирует. Начинается небольшая заварушка возле его ворот. Пинчок. Хорошо обыграл Барбериеву. И бросок, и добивание. Шосток спасает. Иванцов. Дальше на синюю. И бросок в касание. Не получается. И выход опаснейший. И Мороз утыкается в Шостока. Шосток негодует. Но при этом успевает там и шайба остановить. Несмотря на то, что находит Константин время для споров с арбитрами. Посмотрим затем, как это было. Дебленк по шайбе не попадает. И тут же Мороз убегает один на один. Начал перекладывать шайбу со стороны на сторону. Однако Северсталь достаточно быстро переводит шайбу в чужую зону. И проводит атаку. Команда хозяев. Есть бросок. Подбор также. Борьба продолжается. Там и Калдис. И бросок с неудобной руки. Добивание. Шайба выпрыгивает на пятак. Динамо. Отличная передача на пятак. И шайба в воротах. 2-2. Выманил вратаря на себя. И аккуратненько завел шайбу в ворота из-за лицевой линии. Я думаю, вот с этого ракурса особенно хорошо будет видно. Оп. И шайба в воротах. Тройку нападения команды хозяев. Но не тут-то было. Поддерживает Кручинина и Думбадзе. Еще и Дебленко. И вот такой момент. Дебленко бросал. И так не уверен. Один из молодых игроков Северстали. Еще шанс. Но при этом с голевыми бросками пока проблемы. Пинчук. Пинчук. Волков. И хорошая передача на пятак. Шостак спасает. Динамо удерживает преимущество в счете. Смотрите, какой пас. Вадим, мы вас поздравляем. Новый рекорд в истории КХЛ побит. Насколько символично что-то произошло именно на Черепаевском льду? Да, спасибо большое за поздравления. Очень приятно. И на самом деле так символично, что приехал домой в родные стены и побил рекорд по очкам. В КХЛ очень рад этому. Хотел бы сказать огромное спасибо. КХЛ «Северсталь». Они поздравили меня молодцы. Болельщики огромные молодцы. Им тоже большой респект. А так, хоккей не особо сильно удается нам сегодня. Проигрываем пока в счете. Будем в третьем периоде стараться выиграть игру. Вероятно, и Кручинину придется отправиться на скамейку запасных. Это что сейчас такое было совершенно внезапно? Пенка и Буренов, которые пасовались практически всю эту смену, друг с другом не поделили синюю линию. И бросок в касание. Бросок с острого угла. Добивание Шостак. Смотрим на повторе. И Дебленко слишком резко направо отправляет шайбу. Тем не менее, там возле синей линии разбирается игрок «Северсталя». Лишко в дальний угол бросает. Это значит, что проброс судьи фиксируют. Но передача-то прошла. А вот игрока, который готовился бросать, там уже накрыли череповчане. Шипачев на пятак. И Горбунов в упор бросает. Еще одна попытка. Шостак. Непоколебим в этом матче. Просто стена. Действительно стена. Шостак очень надежен. Может быть, это не тот случай, когда игрок изо всех сил стремится передать привет бывшей команде. Атака продолжается. Дебленко. Бросил. Добивание от Пилипенко. Шайба уже у Шостака, а там еще и нарушение правил было. Разбираем эпизод вместе. Вот Усов попытался прорваться на пятак. Калдис его. Менчане вроде бы контролируют шайбу, но при этом не получается у них продвижение в зону соперника. А это шикарный гол от Северстали. Кручинина Думбадзе. И тому оставалось только подставить клюшку под эту передачу. Давайте смотреть. Думбадзе сам, по сути, начинает эту атаку. Скидывает Кручинину. И вот этот пас. На пустые ворота Кручинин уже отдавал. У него 3 плюс 4. У Думбадзе 3 плюс 0 на данный момент. Ну а задача для минчан становится ровно на одну шайбу сложнее. Горбунов. Классный пас на пятак. И еще бросок. И еще один. Пока команды на этой паузе отдыхают. Да, Северсталь отыгралась с 0-2. И выиграла в серии бросков. Какой момент у Волкова. А в серии бросков победная попытка на счету. Ничего, куда осталось. Согнувшись, отправляется на смену. Хорошая передача. Бросок и гол. Коростелев делает плюс 3 для своей команды. Очень часто гость прессинговали. Давили, проводили силовые приемы. Но посмотрите, стоило просто пару сантиметров чистого льда получить. И какие кружева пошли у команды Андрея Козырева. Вроде бы по отдельности все хороши. И Энос, и Пинчук, и Волков. Но все вместе не работает по какой-то причине. Во всяком случае, он, мне кажется, больше всех что-то своим партнерам говорил в этой паузе. Три минуты до сирены по трибунам ледового дворца в Череповце. Пошла волна, но Минчане сейчас эту волну немножко успокоят. Как мне кажется, молодые сверхъестественны. Ага, еще и Шосток получает две минуты за выброс шайбы. Давайте смотреть за тем, как все было. Здесь упустил шайбу на пятаке Егор Степанов. И с разворота Даниил Сатишвили поражает на ворот соперник. Второй гол для Даниила в этом сезоне. Тот на дальней дистанции не стал бросать. Сделал передачу налево. Бросок. Шипачев едет на добивание, но помешали ему бросить. Чуркин выбрасывает. И шайба попадает в ворота. Это дубль Андрея Чуркина. И это 5-2. Дубль, причем в обоих случаях шайбы. Кто-то может сказать, наверное, что немного случайные. На связи главный трейлер команды «Северсталь» Андрей Козырев. Андрей Алинидович, с победой. Ваш комментарий по игре. Очень важный матч для нас был. Хороший, сильный соперник. Быстрый и в стратегическом плане была. Эта игра очень важна. Мы ее выиграли. Насколько тяжело или легко далась победа сегодня? Она была... Отняла очень много сил.